У тех жителей, которые внимательно следят за всеми изменениями в городе, неожиданно возникло беспокойство по поводу спиливаемых деревьев в возводимом сквере напротив 2-й гимназии. Городская власть в лице исполняющего обязанности руководителя горосполкома дала не только подробный комментарий, но и наглядно показала суть проблемы. Деревья были обследованы нами ранее, еще с осени, и определены планы работ. То есть мы эти планы работ сейчас доводим, в принципе, до завершения. Придется еще спилить около 10 деревьев. Эти деревья все, они старовозрастные, представляют опасности. Я думаю, деревья надо обновлять, тут никаких споров нет. Они будут служить год, два, три, а могут быть на завтра при сильном ветре они и могут упасть. То есть несущие способности, парусность большая, деревья падают. Действительно, продемонстрированная нам внутренность спиленного дерева прямо указывает на преклонный возраст тополя. Мало того, она явно свидетельствует о том, что его век, если уже не закончен, но близок к завершению. Ведь внутри пней, оставшихся после спиливания ствола и сучьев, можно увидеть только труху. По периметру вместо спиленных деревьев будут сажаться пирамидальные тополя. Это продолжение ряда тополей с корятин сада. Они перед нами все. Вот точно такое продолжение таких пирамидальных тополей, которые будут расти, нас радовать и не давать городу пуха, грязи и все остальное. Пока рассмотреть, как будет выглядеть сквер Хазине в будущем, можно только по представленному красочному плану. Но в зеленом обрамлении парка свое место обязательно должны занять, как нам обещано, пирамидальные тополя, вместо старых, которые спиливают сейчас. Продолжение следует...